Во все времена беременные женщины старались обеспечить будущему ребенку как можно более комфортные условия. Впрочем, зачастую у будущих мам не хватало элементарных знаний о том, что для них действительно полезно, а что нет. Поэтому нередко женщины в положении следовали настолько диким советам, что впору хвататься за голову. Женщины хотят выглядеть красивыми всегда, даже во время беременности. Поэтому во времена моды на осинные талии для будущих мам предлагали специальные корсеты, максимально стягивающие живот. Более того, многие утверждали, что такие аксессуары полезны для будущего ребенка и его мамы. Якобы у женщин сохранялась правильная осанка, а ребенок развивался более сильным и крепким. Кстати, по одной из версий, впервые корсет был придуман испанской королевой Хуаной Португальской в 1468 году. Она забеременела от любовника и заказала себе специальный аксессуар из металла, чтобы скрыть это. Сейчас на каждой пачке сигарет крупными буквами написано «Предупреждение о вреде никотина». Но еще в начале 20 века курение считалось полезным для беременных и молодых мам. Считалось, что это способствует лучшему пищеварению и нормализации обмена веществ. Даже рекламные плакаты тех лет призывали молодых мам к курению. Беременность под наркозом. Даже в наше время отнюдь нередки случаи смерти из-за аллергии на наркоз. Поэтому процесс обезболивания должен быть тщательно продуман. Но на стыке 19 и 20 веков некоторые врачи рекомендовали пациенткам дышать хлороформом во время беременности. К сожалению, хлороформ погубно влияет на работу центральной нервной системы. А у женщин нередко случались выкидыши. Помимо медицинских предписаний, беременность всегда сопровождалась целым ворохом суеверий. Так одна из примет гласила, что ребенок обязательно родится красивым, если во время беременности женщина будет носить красивые вещи. Зачастую дело доходило до маразма, и женщины жертвовали практичностью одежды, лишь бы только выглядеть сногсшибательно. Например, в старину носили тяжеленные платья, расшитые драгоценностями. Кажется, что и сейчас многие верят в похожие приметы, раз даже во время последних недель беременности расхаживают в обуви на огромных шпильках. Каких-то 100 лет назад врачи рекомендовали беременным употреблять красное вино. Действительно, некая польза от небольшого количества этого напитка есть, но далеко не все женщины придерживались нужной дозировки. Раз врач разрешил, значит можно напиваться. Запрет поездок на автомобилях. Некоторые странные советы для беременных появлялись благодаря сомнительной рекламе. Так железные дороги США в свое время утверждали, что поездка на автомобиле для будущей мамы равноценно скачкам на необъезженном мустанге. Поэтому женщинам в положении рекомендовали воздержаться от езды на машине. А если нужно поехать в другой город, то делать это только на поезде. Хорошо, что современные знания избавили нас от многих предрассудков. На этом все, дорогие друзья. Не забывайте про лайки, подписывайтесь на КрутыВ, если еще не подписаны и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok